Здравствуйте, меня зовут Константин, я музыкант, саксофонист и преподаватель. Я хотел бы предложить вашему вниманию ролик о креогенной обработке саксофона. Мы перевели этот ролик с английского языка и озвучили его. Заранее извиняюсь за качество видео, так как данный ролик был загружен в сеть более 12 лет назад. К сожалению, я не смог найти ролик лучшего качества, поэтому так как есть. Пожалуйста, досмотрите до самого конца, я думаю, вам будет интересно и вам понравится. Спасибо! Грег Уэйл, креогенная обработка саксофона. Привет, меня зовут Грег Уэйл, я саксофонист и сегодня я в ателе Ямаха в Лос-Анджелесе. И мы играем на саксофонах и отлично проводим время. Мы поэкспериментировали с некоторым процессом заморозки. Я не знаю, кто-нибудь из вас слышал об идее креогенной обработки. Это то, что осуществляется с помощью холода. Сейчас я играл на двух инструментах серии Z, и они оба отличные. Они обладают полным звучанием, но я не помню, чтобы в нелакированной Z-серии, на которых я играл так много, было точно так же. Казалось, что в реальности они более кричащие в верхнем регистре. Данные два лакированных экземпляра серии Z звучали полно в нижнем регистре и на протяжении всего диапазона. Даже во время игры по всему диапазону инструмента регистр Altissima очень легко извлекается. Также удобное интонирование, что всегда хорошо. Вообще, это характерно для всех саксофонов Yamaha. Динамически вы можете играть очень, очень тихо, не как обычно, и затем особенно громко. Я имею в виду, что звук меняется буквально от одного до десяти. Это крутая фишка этих инструментов. Yamaha устраивает рекламу, где возьмет 20 лакированных альтовых саксофонов Custom серии Z и подвернет их криогенной обработке. Все они будут доступны вам для тестирования. Ну а сейчас мы пойдем искать Джеффа Петерсона и поговорим с ним о том, что происходит с этими саксофонами в процессе обработки и на что нам следует с вами рассчитывать. Итак, прямо сейчас я нахожусь в ателье Джеффа Петерсона, и я хотел с тобой поговорить, Джефф. Мы опробовали два альцаксофона Yamaha Custom 82 Z серии в желтом лаковом покрытии. Я протестировал данные инструменты, и люди могут это прослушать на видео. Что мы делаем дальше? Ну, Грег, следующий шаг заключается в том, что мы должны снять механику инструмента. Нам не нужно подвергать низким температурам подушки, фетры и пробковые прокладки. Так что я начал разборку механизма инструмента, и после чего мы поместим корпус саксофона в аппарат и подключим жидкий азот. Далее, очень тщательно мы контролируем процесс охлаждения, который регулируется компьютером, постепенно снижая до экстремально низкой температуры, ниже 226,9 градусов по Цельсию. Инструмент выдерживается при такой температуре в течение определенного времени. Затем мы медленно возвращаем значения до нормальных, после чего я соберу механику инструмента обратно, и ты снова его опробуешь. Слушай, Джефф, скажи, что этот процесс заморозки инструмента реально с ним делает? Что это дает? Этот процесс снимает напряжение с металла. Если кто-то видел, как изготавливают саксофоны, то сначала берут лист металла, латуни, мнут, изгибают его, бьют, растягивают. Так много процессов, которые дают напряжение металлу. И идея заключается в том, чтобы этот стресс уменьшить, дать большую играбельность или звучность, как у винтажных инструментов, на которых играли в течение длительного времени. В результате металл более расслаблен, так как долгое время испытал вибрацию. Итак, на что же я обращу внимание во время игры после этой процедуры? Ну, опыт показывает, что инструмент не изменяется таким образом, чтобы потерять свои первоначальные характеристики. То есть он не станет более ярким или более темным по звучанию. Если мы представим это как графический эквалайзер со всеми ползунками, находящимися на разном уровне, и сдвинем их вверх равномерно, то мы получим тот же диапазон, но улучшенный по сравнению с тем, что уже было. Что ж, я вернусь на неделю поиграть на этих двух зетках после креогенной обработки. Так, ты говоришь? Да, креогенная обработка. Отлично звучит. И ты все обратно соберешь? Да, я прекрасно помню, как обратно собрать клапанный механизм. Отлично. Не могу дождаться следующей недели. Мы будем играть на тех же саксофонах, на которых вы меня слышали, но уже после того, как они прошли процесс креогенной обработки, а затем были снова собраны. Увидимся на следующей неделе. Неделя спустя. Отлично. Сегодня у нас два кастомных саксофона Z-серии после креогенной обработки, и они прекрасны. Мы их попробуем. Посмотрите на этот кейс. О, боже. Жесткий кожаный кейс, и кожа плетеная. Давайте соберем и попробуем, посмотрим, как это звучит. Субтитры создавал DimaTorzok Вау. Это... 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 Это интересно. Тон... Это выглядит... Это выглядит более отзывчивее и громче. Инструмент вибрирует до такой степени, что я могу чувствовать эту отдачу в моей руке. Я снова поиграю немного в нижнем регистре. Середина инструмента, вероятно, где я чувствую самое большое изменение, потому что ноты ре, ми, фа имеют больше центра, направленности, определенно полный круглый звук. Тон в верхнем регистре имеет немного больше округлости, и звучит не так узко, чем это было до креогенной обработки. Сейчас я немного поиграю помягче в среднем регистре. Думаю, это даст больше каких-то идей. Одна из самых интересных вещей в профессии саксофониста это одна из сложных вещей попытаться объяснить. Во-первых, твой опыт как саксофониста — это только твой опыт. Вы слышите что-то в своей голове, ваше тело резонирует, и это продолжение вас. И в конечном итоге это становится чем-то особенным и уникальным для вашего опыта. Все остальные в мире слышат что-то немного другое, поэтому мы и снимаем видео и аудио, и вы можете это слышать. Но с другой стороны, опыт исполнителя — это то, с чем приходится иметь дело каждому. У вас у всех были трости, и по правде говоря, они не всегда хорошо работают, и ты не можешь отлично играть. Ты озабочен, ты борешься, испытываешь сложности, пытаешься сделать так, чтобы это хорошо работало. Вы не сможете реализовать свой потенциал в игре. Потенциал каждого может быть 100%, какими бы не были бы их способности. Вот здесь твой потенциал. Если что-то идет неправильно, ты будешь выдавать ниже своего потенциала. Если все идет хорошо, ты то чувствуешь, как будто ты почти прыгаешь выше головы. Ты играешь лучше, чем ты играл до этого. Я думаю, это располагающий фактор того, насколько комфортно тебе играть в группе или в данной обстановке. Но прямо здесь и сейчас располагающий фактор будет влиять на исполнителя любого уровня. Я имею в виду, если вы молодой исполнитель или опытный профессионал, и каждый уровень между ними — это то, что вы заметите, когда будете получать удовольствие от игры на инструменте. Вы сможете реализовать свой потенциал. Итак, что же я заметил в этих инструментах после криообработки? Играть намного приятнее. Это вдохновляет. Это отлично звучит и отлично ощущается. Исполнительский опыт для меня является тем, что мне легче играть. 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 Насколько я скептик, я люблю играть на саксофонию. Я пробую различные аксессуары, различные лигатуры, разные мундштуки. Процесс криогенной обработки, я не знал, чего от этого ждать. Это выглядит как чисто что-то футуристическое или как вуду. Было очень интересно быть частью этого процесса. Я думаю, это имеет значение. Мне очень хочется слышать это на звуке, я вижу ощутимую разницу. Но я знаю, что по ту сторону инструменты ощущения совсем другие, и это приятно. Всем большое спасибо за прослушивание и просмотр.